На внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета 31 народный избранник кворум имеется. В проекте повестки 13 вопросов. Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете Вячеслав Киреев просит рассмотреть еще один о проведении опроса граждан на территории Одинцовского городского округа, который будет посвящен строительству путепровода в Савинской Слободе. Наша фракция обсудила этот вопрос и вносит предложение и проект решения Совета депутатов на сегодняшнюю сессию, по которому предлагается в соответствии с 131 федеральным законом организовать опрос населения округа о строительстве этой эстакады и условиях, сохраняющих местным жителям возможность бесплатного проезда. За внесение дополнительного вопроса в повестку заседания депутаты проголосовали единогласно. В опросе участвуют все жители, обладающие избирательным правом. Этот опрос проводится на территории всего муниципального образования. При этом жители должны быть проинформированы не менее чем за 10 дней до начала опроса. Особое внимание в формулировке вопроса, чтобы исключить возможность неоднозначного толкования. Поддерживаете ли вы строительство путепровода на участке автомобильной дороги Звенигород-Колюбакина-Нестерова с предоставлением бесплатного проезда для всех граждан, с постоянной регистрацией в Одинцовском округе, граждан-собственников жилых садовых домов, квартир земельных участков на территории Одинцовского округа и их близких родственников на срок до 1 января 2040 года. Это срок окончания концессионного соглашения. Мы должны создать комиссию и в нашем проекте решение как раз одной из приложений является состав комиссии. Она сформирована из представителей территориальных управлений, наших депутатов, нашей общественности и работников администрации. Саму организацию проведения опроса мы поручаем администрации Одинцовского городского округа. Срок проведения с 11 по 14 мая, то есть в период майских праздников произойдет информирование граждан о том, что как раз этот опрос будет производиться. За проведение опроса проголосовали все присутствующие депутаты. Также народные избранники рассмотрели исполнение бюджета муниципалитета за 2020 год. Публичное обсуждение документа прошло 9 апреля в онлайн формате. В ушедшем году доходы составили 22,2 миллиарда рублей, расходы 22,4 миллиарда. Большинством голосов проект этого решения был утвержден.